Вы смотрите новое Нижегородское телевидение в прямом эфире интерактивный канал День за днём. Студия Оксана Ткаченко и Илья Приходько. Здравствуйте. Почти 150 тысяч студентов на сегодняшний день учатся в Нижегородской области. Наш регион по праву может считаться одним из образовательных центров нашей страны. Я думал, ты скажешь о том, что сегодня Татьянин день, он же день студента. Чем живёт Нижегородское студенчество, рассуждаем в прямом эфире. День за днём мы начинаем. Ну, во-первых, конечно, всех студентов нынешних, прошлых, а студентов, наверное, бывших не бывает, мы поздравляем с праздником. На календаре 25 января, Татьянин день, день студента в московских вузах в этот день угощают, насколько я даже знаю, медовухой. Хорошая традиция. Ну, давай не будем забывать о Татьянах, всех Татьян, которые ещё являются и студентками. Поздравляем вдвойне, в квадрате. Всех прекрасных дам, поздравляем, кто носит имя Татьяну, также с их именинами. Это действительно праздник. И, знаешь, у меня есть одна знакомая, Татьяна, которая говорила, у меня хоть день рождения с именинами не совпадает, но я так приучила всех своих друзей и знакомых, что они воспринимают этот день практически как мой день рождения. Да, но ведь самое главное, что Татьяна там может и принимает какое-то поздравление. Но студенты, у них сейчас, кстати, сессию большинства в разгаре, не думают как-то на празднование, у них халява, приди, пусть профессор заболеет и не придёт, возможность будет подучить и так далее. И вот у них всё вот это сейчас, вот этот мандраж, да, межсессионный, но мы поздравляем их всё равно, так или иначе. Сегодня в эфире, конечно, поздравляем и студентов, это, можно сказать, их профессиональный праздник на сегодняшний день, но и говорим о перспективах высших учебных заведений Нижегородской области и о перспективах высшего образования. На кого пойти учиться, это ведь тоже важный вопрос, попытаемся дать на него ответ сегодня в прямом эфире. А я думала о том, что нашему региону повезло, потому что у нас есть те высшие учебные заведения, которых во многих областях просто нет, и у нас нет студентам необходимости уезжать в соседние регионы, у нас можно получить достойное высшее образование, не уезжая из области. А вот скажи, ты, когда была студентом, какие получала преимущественно оценки на экзаменах и зачётах? 4-5. 4-5, а диплом у тебя? Ну, почти с отличием, немножко не хватило, но это, знаешь, природная лень, и я этому благодарна, потому что у меня была студенческая пора, полная абсолютно разных эмоций. Здесь была и учёба, было и ей место, и сессия, было место и прогулам лекций, от этого тоже никто не может избирать. Первый преподаватель, который мне на экзамене ставил первую в моей жизни студенческую тройку за какой-то предмет, я уж не помню, какой был, спрашивал, ну что, красный диплом, я так, видимо, уже нет он, ну что, посинел, ха-ха-ха-ха-ха, да, я потом ночами это снилось. На какие отметки в ВУЗе училась наша коллега Надежда Куканкова, давайте узнаем, Надь, привет. Добрый день, Александр Илья, я училась хорошо, как Оксана, 4-5. Тоже почти красный, да? Всех почти красный, все понятно, троечники одни в студии. Да, я расскажу о главных событиях прямо сейчас, это время новостей. Сегодня в России отмечают День студента, 25 января считается праздничной датой, потому что в этот день в 1755 году императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении Московского университета. И Татьянин день стал официальным университетским днем, а святая Татьяна покровительницей всех студентов. Сначала День студента праздновали только московские студенты, позднее традиция распространилась на всю Россию. Об этом и о других событиях в информационном обзоре. Большой праздник устроят сегодня для нижегородских студентов. С 15 часов на катке «Зимняя сказка» начнется интерактивная программа «Сказочная сессия». Гостям предложат сдать экзамены по селфиграфии, ледографии и сказкознанию, посетить мастер-классы, принять участие в квесте, флэш-мобе и конкурсе красоты и эрудиции. Кроме того, на площадке состоится праздничный концерт. При предъявлении студенческого билета вход на «Зимнюю сказку» бесплатный. Вопрос о содержании ливневок обсудят на заседании в городской думе. Депутаты рассмотрят предложение о заключении концессионных соглашений с компанией «Городские инженерные сети». Организация выступила с инициативой взять на себя расходы по содержанию ливневых и дождевых канализаций, а также 23 муниципальных фонтанов. Итоги работы Нижегородской госавтоинспекции за 2018 год подвел начальник управления Павел Ржевский. Так, в прошлом году снизилось число погибших в ДТП, если в 2017-м 407 человек, в 2018-м 386. Это меньше, чем в среднем по России при Волжском округе. Статистика показывает, что практически по всем показателям наблюдается снижение. Это и тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий, и общее количество ДТП с участием нетрезвых водителей. Однако по-прежнему высок детский травматизм на дорогах, причем в большинстве летальных случаев дети были пассажирами. Так что одна из главных задач ГИБДД по региону – снижение аварийности на дорогах. В рамках своих полномочий, безусловно, мы будем иметь только, вернее, вести наступательный характер. Другого пути быть не можем. Там местными усилиями мы, конечно, все приведем в соответствие. И по маршрутному ориентированию, по информационному, по маршрутному информационному ориентированию. Ретроспективы глазами Владимира Богданова. В 16 часов в Нижегородском выставочном комплексе откроется экспозиция работ известного фотографа. На выставке будут представлены работы Владимира Богданова в жанре уличной фотографии, выполненные в период с 60-х по 2000-е годы. Нижегородская торпеда сегодня сыграет с финским йокеретом. Игра состоится в Хельсинки на льду Хартвала-арены. Начало матча в 19.30 по Москве. Сейчас в активе подопечных Дэвида Немировски 55 очков. Команда занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. Победителей Всероссийского фестиваля «Созвездие мужества» наградили в Нижнем Новгороде. В актовом зале Главного управления МЧС России по региону чествовали авторов проектов, акций и творческих работ, направленных на пропаганду безопасности, спасателей, а также журналистов. В числе тех, кто получил награду, главный редактор редакции информационных программ телекомпании ННТВ Михаил Никитин. С подробностями Ирина Стефанюк. Яркие береты, тёплые слова, дипломы победителей. Фестиваль «Созвездие мужества» объединил всех от мала до велика. В первую очередь подводят итоги конкурса профессионального мастерства. Награду вручают лучшему водолазу, лучшему пожарному и другим лучшим из лучших сотрудников МЧС. Люди приехали с различных уголков нашей области для того, чтобы действительно мы их чествовали и сказали им добрые слова. Специальные номинации фестиваля приготовлены и для средств массовой информации. Главному редактору информационных программ нашей телекомпании Михаилу Никитину вручили медаль МЧС России за «Содружество во имя спасения». Я очень рад, что именно мне, как представителю редакции НТВ, вручили ведомству награду МЧС, которая называется «Содружество во имя спасения». Наша главная цель – предупредить. Наше главное оружие – это информация, которую мы оперативно доносим людям и говорим, где они могут столкнуться с той или иной бедой, чтобы этого с ними не произошло. Вслед за мужественными сотрудниками МЧС на сцену выходят сначала школьники, а потом совсем малыши, которые с серьезным видом получают свои первые такие серьезные награды. Рисунок Милены Зайцевой на тему азбука безопасности занял первое место среди детских садов. Я рисовала правила дорожного движения мальчика на машине, а другой мальчик приходил на дорогу не по правильному, и его машина чуть не задавила, поэтому все удивились. Фестиваль «Созвездие мужества» проходит уже в десятый раз, и всякий раз открывает имена новых героев. Ирина Стефанюк, Максим Веселов. Время новостей. А вот какие еще события ожидаются сегодня в Нижнем Новгороде и области. В 14.30 в Сормовском районе пройдет эстафета «Студенческие старты». В 16.00 в Центре эстетического воспитания детей Нижегородской области состоится праздничный концерт в честь 80-летия Дома детского творчества. Гостей ждет бал, мастер-классы, фотосалоны и увлекательные игры. В 17.00 в Нижегородском театре оперы и балета отпразднуют День российского студенчества. Гостям праздника покажет оперу Евгений Онегин. В 18.00 в Музее истории Выксунского металлургического завода откроется выставка художника Владимира Селезнева. В 6.00 в культурно-развлекательном комплексе Нагорной хоккеистки клуба «Скиф» сыграют с командой СКСО из Свердловской области. Оксана, Илья, к этой минуте пока все. Спасибо, Надя, возвращайся. Мне кажется, теперь наш коллега Михаил Никитин в эфире должен обязательно появляться с медалью на лацкане. Ну, в общем, не дома же ей беседе эта пылица. Поздравляем, кстати. Посмотрим, как оно будет. Ждем его появления в эфире. И продолжаем тему нашего сегодняшнего эфира. Достаточно посмотреть на календарь, на календаре 25 января. А это значит, что сегодня все студенты принимают поздравления. Да и мы, наверное, не столько нужны поздравления, сколько вообще просто понимание того, что есть праздник, к которому они имеют отношение. Ну и, конечно, сегодня еще и Татьянин день. Но по поводу студенчества. Стоит отметить, что на сегодняшний день в Ежгородской области обучается 93 тысячи студентов. Это в высших учебных заведениях и 54 тысячи в профильных учебных заведениях. Сегодня есть в нашем эфире возможность, ну, во-первых, поздравить, может быть, всех знакомых Татьян с их, хотел сказать, профессиональным праздником, с их именинами, конечно. Поздравить студентов, вспомнить преподавателей высшеучебных заведений, в конце концов, которые, может быть, кому-то из наших телезрителей в прямом и переносном смысле слова подарили путевку в жизнь. Для всего этого есть телефон прямого эфира 434-3477. Звоните, можно это делать, начиная с этого мгновения. И заглядывайте в нашу группу ВКонтакте день за днем, а там уже работает голосование. Мы спросили сегодня у нижегородцев, чего же не хватает современному студенту. Ну, у каждого, конечно, есть индивидуальные какие-то пожелания, возможно, чего конкретно каждому не хватает. Да, да. Но мы попытались обобщить. Вариант первый – времени, потому что, знаете, объем знаний растет, и приходится студентам много времени тратить. Ну, раньше интернета не было, сидели в библиотеках, сейчас точно так же сидят. В интернете все это надо впихнуть, а сейчас еще бакалавриат, магистратура отдельно. В общем, времени мало за 4 года, как-то надо все это познать. Времени реально не хватает. И нет-нет, от студентов можно услышать, что если бы в сутках было не 24, а 25 часов, то они были бы счастливее. Вариант второй в нашем вопросе – элементарно не хватает знаний. Это для тех вариантов, кто думает, что качество образования высшего упало в последнее время, и из тех высших учебных заведений выходят люди, которые ничего не знают. Их специалистами, да их и не называют специалистами. Есть бакалавры, есть магистры. Вот если вы считаете, что качество преподавания как-то несколько снизилось в последнее время, и знаний студентам не хватает, тогда убирайте этот вариант. Я бы не стала говорить так, я бы сказала, что студентам не хватает немного опыта, и только с практикой можно приобрести необходимые знания. А теория вполне себе на уровне в любом высшем учебном заведении. Ну и вариант третий – не хватает денег. Денег не хватает не только студентам, но и часто людям работающим, а уж и студентам подавно. Выбирайте любой вариант в нашем вопросе. Итоги в конце программы, конечно же. Ну а прямо сейчас предлагаем посмотреть видеоматериал в тему жизни нижегородского студенчества обстоятельно, со всеми подробностями погружался наш коллега Дмитрий Анисимов. Так сложилось исторически, что в день святой великомученицы Татьяны, или как он в просторечии называется «Татьянин день», императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении Московского университета, и 25 января стала еще и днем всех студентов. В России в середине 19 века это был веселый и шумный праздник. После революции о нем вспоминали нечасто. Ну а в современной России давние традиции возродились шумные вечеринки, буфонады и, конечно же, конкурс Татьян, в котором участвует представительница разных вузов. К слову, в Нижнем он проходил уже 25 раз, но в этом году по каким-то причинам от него решили отказаться. В любом случае, это не помешает нынешним студентам весело отметить праздник, а тем, кто уже давно покинул студенческую скамью, вспомнить о ней с ностальгии. Когда ты находишься в студенческом коллективе, когда ты ходишь на лекции, сдаешь экзамены, конечно, у тебя возникает ощущение, что море по колено, горы по плечу, что ты все можешь. Кажется, что любые задачи абсолютно ты можешь решать. Ну и мне кажется, что на самом деле это ощущение абсолютно справедливо. Главное верить в себя, и тогда действительно любую задачу абсолютно ты в своей жизни сможешь решить. Ну, давайте посмотрим, чем же живет Нижегородское студенчество сегодня, и об этом очень хорошо знает наш сегодняшний гость, и мы его с удовольствием представляем. Министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Сергей Злобин. Приглашаем вас в студию. Сергей Васильевич, добрый день, рад вас видеть. Добрый день, здравствуйте. Снова в нашей студии, спасибо, что пришли. Вас тоже, наверное, можно поздравить. Да, конечно. Конечно. Студентов, наверное, бывших не бывает, согласны с таким выражением? Да. С какими эмоциями вспоминаете студенческие годы? Что такое было самое запоминающееся тогда? Ну, насыщенная студенческая жизнь, потому что это и учеба, и студенческие театры, и студотряды. То есть это самое интересное, и много восторгов и радостей. Вот я тоже вспоминаю, знаешь... Да, никто сессию же не вспоминает. В детском саде, в школе ты зависим от родителей. Когда-то уже во взрослом состоянии есть свои обязательства. Пора студенчества, она какая-то особенная. Когда-то вот на пороге каких-то соединений, возможностей. И тут вот можно дать возможности творчеству и каким-то вольностям. Вот сейчас студенты, они какие? Можно вот уже с той позиции, какой вы есть, министр образования, посмотреть на них? Они стали более свободными, они стали более ответственными. И самое главное, в отличие, может быть, от нас, они чуть раньше, чем мы, задумываются о своем будущем. В части того, как они будут жить дальше, и как они будут строить свою карьеру, свою жизнь. И я думаю, что это очень важно и очень интересно. У них больше возможностей, чем у нас с вами тогда? Я думаю, что да, даже по выбору профессий. Мы были ограничены и индустриальными, и другими производствами, которые существовали. Сегодня студенты, заканчивающие образование по одной специальности, через год могут работать в смежных специальностях, в новых профессиях. И каждые 5-7 лет появляются новые виды работ, новые профессии, как я уже сказал, которые иногда на стыке самых невообразимых научных областей. У нас есть звонки, есть поздравления. Мы же сказали, что можно и поздравлять сегодня, пользуясь возможностью ННТВ. Валентина Казакова поздравляет внучку Татьяну, студентку, кстати говоря, и жену племянника. А также кучеру Татьяну, учителю русского языка и литературы. Можно поступить точно так же, позвонить по номеру 434-3477 к нам сюда в прямой эфир ННТВ. Но когда мы готовились к эфиру, Сергей Васильевич, мы нашли абсолютно разные данные. Сколько же всего в Нижегородской области высших учебных заведений? Это удивительно, правда. Мы нашли абсолютно разные цифры. Покажите нам, пожалуйста. Мы нашли и 33 вуз, и 21, и 13. На самом деле, сколько у нас высших учебных заведений? В какое количество вузов могут поступать студенты? Ну, давайте в честь сессии займемся небольшой арифметикой. У нас 11 государственных вузов, у нас 15 филиалов государственных вузов и один негосударственный вуз. Получается 27. 27. Ни одной из цифр, которая есть. На самом деле, это все писали журналисты на полном серьезе, мы это все анализировали, и это удивительно. Значит, все это зачеркиваем и пишем другую цифру здесь совершенно. Но очень хорошо, что сейчас есть и порталы, которые подсказывают студентам, какие есть высшие учебные заведения, какие есть филиалы, сколько бюджетных мест, сколько стоит обучение. Вот на самом деле, так легче воспринимать студентам, когда есть такая информация? В плане выбора. Мне кажется, раньше не было такой информации. Это один из интересных порталов, но студентов больше интересует другой из них, не знаю, есть ссылка или нет, где кроме стоимости обучения, средних баллов, есть еще и специальности по дальнейшему трудоустройству и потенциальная стоимость данных студентов по итогам. То есть, где они могут трудоустроиться. С какой зарплатой, примерно? Средние зарплаты могут получать выпускники того или иного вуза по той или иной специальности. И студенты очень внимательно относятся к этим данным, когда формируют свой выбор. Я воспользуюсь... Да, конечно, название порталов, подскажите, если... Когда используют свой выбор предметов на единый государственный экзамен, что выпускники школ должны сделать до 1 февраля. Да, это, кстати, очень важно. Они же будущие студенты, следовательно, им нужно задуматься об этом сейчас. Да, естественно, хорошо, что есть такая рекомендация. Но вот портал, о котором вы говорите, помните его название? Можете подсказать сейчас? Нет, сейчас я не смогу вспомнить. Всем Google в помощь. Я просто вспоминаю в свое время, в общем, когда я поступал в высшее учебное заведение, продавались в домах книги вот такие вот толстенькие брошюрки. Значит, выбери себе вуз, там, значит, если были замусоленные книжки. Помню, в этом процессе очень активные родители всегда участвуют. У меня там были какие-то закладочки. Мы все выбирали, куда поступить, например. По поводу родителей, хороший вопрос. Стоит ли ориентироваться на мнение родителей, на предпочтение родителей? Ведь всегда родители лучше ребенка знают, куда поступать. Вы сами задали вопрос, сами на него ответили. Мы так часто ориентироваться на мнение родителей, если они знают лучше. Я с иронией отношусь к этому, потому что родители всегда лучше знают ребенка, даже если ребенку 40 лет. Я бы в данном случае обратился больше к родителям, чтобы они внимательнее отнеслись к выбору ребенка. Мы очень часто сталкиваемся, особенно когда работаем в профориентационных курсах вместе с вузами, что ребенок мечтает пойти в биомедицину или в химию или куда-то в ту область, а родители иногда настойчиво рекомендуют ему выбрать специальность, условно говоря, юридическую, экономическую или какую-то другую. И в этом чаще всего побеждают родители. Мне бы хотелось, чтобы родители с большим вниманием и большим уважением отнеслись к выбору ребенка, дали возможность ему попробовать. Еще раз подчеркну, профессии меняются каждые 5-7 лет. А одно высшее образование, которое получает сейчас ребенок, это не значит, что именно оно будет его профессией в будущее. Вполне возможно, через 3 года, через 4, после переподготовки он сменит свою специальность, либо идет в смежную область. Но самое главное, чтобы поступление в вуз и обучение в нем приносило ребенку, ну, нельзя сказать удовольствие, это все-таки труд, но, по крайней мере, соответствовало его желаниям и его потребностям. Понятно, что и родители, и сами абитуриенты хотят поступить на бюджетные места. Это естественно. Но и многие очень долгие годы думали, что количество бюджетных мест только сокращается, значит, все остается везде меньше. У нас есть статистика, давайте, вот мы сейчас ее выведем к нам на видеоэкрана, количество бюджетных мест в 2017 год. В 2017 году количество бюджетных мест в Нижегородской области было 6 390, то в 2018 их количество увеличилось на 100 мест 6 490. Некая другая тенденция, да, Сергей Васильевич? Да, количество бюджетных мест, оно увеличивается. Увеличивается как за счет, и прежде всего, за счет как раз новых специальностей и новых направлений, которые появляются. У нас широкое распространение и новые направления в биомедицине, в IT-технологиях, в радиотехнических направлениях. То есть это то, что востребовано экономикой, что востребовано предприятиями, и, следовательно, вузы вслед за этим готовят тех специалистов, которые нужны. А есть какие-то цифры уже на будущую приемную кампанию? Увеличится это число, уменьшится? Я думаю, что оно увеличится. Не думаю, что это будет значительное увеличение, но... В пределах 100 мест на вере готовится. Да, скорее всего, в тех же самых. Ну и какой же был у нас сегодня был разговор, если бы мы не пригласили в нашу студию руководителя одного из крупнейших вузов Нижегородской области. Вы знаете, у нас их, конечно, несколько, но мы рады приветствовать нашей студии впервые, кстати, в программе «День за днем» на ННТВ. Ректора Нижегородского государственного педагогического университета имени Минина Александра Федорова. Александр Александрович, здравствуйте, проходите. Добрый день, проходите, присаживайтесь. Или, как сейчас часто говорят, Мининский университет. Именно эта надпись, кстати, красуется на главном корпусе на площади Минина и Пожарского. Мне кажется, уже срослось слово «Мининский университет» с НГПУ. И это здорово. Что с бюджетными местами в Мининском университете, Александр Александрович? Последние четыре года они росли в соответствии с той потребностью, которая есть у регионов в педагогах. И, как вы с интересом сейчас обсуждали, рост этот был достаточно занятный. Там же есть еще магистратура в этих бюджетных местах. Магистратура росла достаточно значительно. Сейчас конкретно в нашем ВУЗе очень важный момент – это подготовка, переподготовка педагогов зрелого возраста. У вас своя особая миссия. И свои цифры, которые также мы нашли, будьте добры, покажите, про средний конкурс в Мининском университете. По итогам 2018 года, вообще, общее количество бюджетных мест было 1077, да? И бюджетных мест, какой был конкурс? Средний конкурс составил 10 человек на место, да? При этом, самое популярное, опять же, гласит статистика направления, это педагогическое образование с профилем «История и общество знания», «История, право, профессиональное обучение с профилем экономика и управления». Все, Александр Александрович, правильно вы нашли? И еще, если мы на вторую строчку поставим иностранный язык с двойным профилем «английский плюс китайский», будет все точнее. А сейчас можно сразу и английский, и китайский одновременно? Да, это пятилетний бакалавриат. То есть вот это старое разделение, когда английский язык там отдельно, ну максимум французским, это все ушло в прошлое. И такое тоже есть. Вот это да. Сегодня очень интересная компания у меня собралась, это три человека, которые имеют историческое образование. Это к вопросу о том, какую специальность выбирать в грядущую компанию абитуриентскую, выбираете историю, не прогадаете. Александр Александрович, не пожалели, что выбрали когда-то профессию? Нет, ни в коем случае. Это фундаментальная гуманитаристика, фундаментальная основа, с ней потом можете что угодно делать. Вот, и это важно. Есть такое представление, мнение, что очень часто в ВУЗ приходят сырые абитуриенты, которые не обладают знаниями даже школьного какого-то уровня. Кто-то обвиняет в этом ЕГЭ, кто-то низкое качество, не знаю, в школах. Но есть такие люди, грешат. У вас заметно это? Нет, все по-разному. Здесь нельзя все свести к одному знаменателю. Когда мы говорим, например, что новое поколение, миллениалы или поколение Z, это сложившаяся вполне по всем характеристикам поколенческая структура, это не так. Они все разные. Есть люди, которые ориентированы на сохранение традиций, есть наоборот, новаторы, а есть, которые еще не определились. Вот из того, что Сергея Васильевича вы спрашивали, да, как было раньше, как стало сейчас. А молодое поколение стало еще более разным, чем было до этого. И сказать, что к нам приходят абсолютно неподготовленные ребята, это будет неправильно. Другое дело, что очень важная вещь, которая, может быть, сейчас нуждается в серьезном анализе, серьезной стимуляции, это мотивация. Вот мотивация к образованию сейчас самая главная штука. Мало того, что ты что-то выучил и поступил в ВУЗ, ты должен сориентироваться на успех вот за эти 4-5 лет, что ты учишься. Не просто отсидеть 4 года, потому что мама сказала. Да, с этим есть проблемы, да. А как мотивируете тогда студентов? Ну, стипендия, понятно, но не всегда работает. Это очень сложная система, которая как раз сейчас и характеризует то, что произошло с высшим образованием последние 4 года. Да, есть очень интересные во всех ВУЗах, естественно, в нашем, программы стипендиальной мотивации. Есть студенческий рейтинг, у нас лидеры этого рейтинга получают стипендию вообще по 20 тысяч рублей. Их немного. Сейчас многие работу бросят и к вам в Мининский. Да, их немного. 10% всех студентов где-то вот от общего числа дневного отделения получают. Зря я закончил уже. Да, достаточно существенную стипендию. Очень мощная студенческая система объединений. Их у нас около 40. И это вещь, которая ориентирована на проектную деятельность, дает возможность проявить себя, вот именно что, создать себе мотивацию. И часть из этих проектов, у нас есть такой конвент содействия, мы финансируем. 10-12 проектов получают финансирование. Ребята могут проявить себя и представить свои проекты в реальном действии. Безусловно, то, как меняется сейчас система образования, смешанное обучение, не только преподаватель, но и онлайн-курсы, которые комбинируются вместе, дают возможность создать собственную ответственность за образовательный результат. Вот эта вот сложная штука, которую я сейчас обрисовал, которая вот так вот каждый день вертится и вовлекает ребят в свое вращение, и есть та новая система мотивации, которую мы создаем. Интересно. Сергей Васильевич, нам кажется, что в какой-то момент престижность профессии педагога была утеряна. Вот что сейчас делается, чтобы эта профессия была востребована, была уважаема, была престижна, было не стыдно. Нет, я не думаю, что престижность или уважение профессии было утеряно. Может быть, на какой-то период нашей истории финансово-материальное подтверждение статуса профессии учителя было утеряно. Но после того, как были введены действия указа президента, после того, как средние заработные платы достигли средних по экономике, то и это, скажем так, компенсировалось. Что следует сказать, что мы сейчас, наоборот, подходим более ответственно к приглашению педагогов. И, кстати, совместно сейчас запускаем проекты и по переподготовке учителей, и в том числе по работе со студентами на совсем новых условиях. Нам очень важно, чтобы студент, приходящий в педагогический вуз, он понимал, куда он пойдет дальше. И уже на уровне второго-третьего курса мы планируем проведение определенного квалификационного экзамена. И после этого закрепление студентов за конкретными образовательными учреждениями, где они могли бы войти в корпоративную культуру. И в дальнейшем, когда он придет уже после окончания молодым специалистом, вуз будет продолжать сопровождать его некоторое время, 2-3 года, для того, чтобы его вхождение было более мягким и в то же время основано на профессиональных основах научно-педагогической школы. Александр Александрович, как раз вот как обстоят дела с трудоустройством? Нет такого, что вот он, молодой специалист, выпускается, а его нигде в школах не берут, потому что опыта работы нет? Потому что у нас Зинед Васильевна, она уже 60 лет работает, и у кого-то не собирается. Да, и все дети знают ее. Ситуация исправляется. Именно для того, чтобы ее окончательно исправить, сейчас и запускается нацпроект. По данным Пенсионного фонда, в первый год после выпуска у нас трудоустраивается 81% студентов. Из них конкретно в прошлом году 60% плюс-минус 1% ушли в школу. Вопрос стоит в другом. Насколько долго в школе они остаются? Вот это как раз одна из граней, которая решает нацпроект, и вместе с регионом, как правильно сейчас Сергей Васильевич обрисовал, мы и намерены создать действующую совершенно конвейерным образом систему закрепления молодого специалиста в школе. Там даже стоит вопрос так, что выпускник первые три года нисколько ждет большой зарплаты, что, конечно, тоже очень важно, сколько ждет внятного представления о том, как будет складываться в дальнейшем его карьеру. Станет ли он директором школы или не станет, в конце концов? Даже станет ли он действительно профессионалом в сфере педагогики? Когда он получит первую категорию, высшую категорию, как сформировать вот этот жизненно-образовательный маршрут, мы сейчас этим и занимаемся. Давайте мы сейчас паузу небольшую сделаем в нашем эфире, коммерческой. Она пролетит мгновенно. Приглашаем всех к разговору. Интереснейшая тема. Самое главное, как меняются подходы. Это дорогого стоит. Если есть какие-то вопросы, задавайте их. Телефон прямого эфира, напомню всем, 434-34-77. Говорим о высшем образовании. Студенчество – это особый пласт людей, особая культура, чья жизнь очень хорошо описана метким выражением. От сессии до сессии живут студенты весело. А сессии всего два раза в год, но вот так совпала, так совпала традиция, что как раз зимняя сессия совпадает и с Днем студента. Это специально сделано, чтобы как можно больше завалить людей. Хотя сессия уже заканчивается в это время, и если вы уже сдали все зачеты, сдали все экзамены, то тогда можно праздновать День студента вдвойне. Но вот на самом деле, наверное, ситуация со сдачей экзамена не меняется. Александр Александрович, вы как наблюдаете за своими студентами? Так же и шпаргалки прячут, и на коленках пишут. Всякие студенты есть, и такие тоже остались. Но экзамен сейчас меняется. На самом деле, наверное, половина студентов в сессию экзамен больше так не сдает. Он разбит по всему семестру, и это на самом деле гораздо лучше регулирует образовательный результат. Так что не один день в году учимся перед экзаменом, а на протяжении всего семестра. Сессия не два раза в год у нас. Постоянная сессия. Уже серьезно все меняется. Как давно все было. Знаете, мне кажется, мы теряем наши корни, мы теряем нашу культуру с такими нововведениями. Но тем не менее, студенты изменились сейчас, студенты 21 века, это люди, которые практически родились с гаджетами в руке. Как, не знаю, у вас в Мининском университете как-то учитывают этот фактор? Или есть какие-то незыблемые каноны, традиции? Библиотека, куда входишь и переписываешь. Библиотека с Wi-Fi и так далее. Нет, вы знаете, в библиотеку сейчас почти никто не ходит за тем, за чем ходили раньше. С книжками сидят очень мало ребят, ну, только разве что в перемену. Информационный контент, который сейчас доступен из разных гаджетов, он, наверное, является основным источником информации, который, естественно, кардинально изменил учебный процесс. Нет сейчас такой проблемы, не то, что мы там не наставим, наоборот, даже приветствуем, если студент во время занятия привлекает информационные ресурсы для того, чтобы быстро, оперативно ответить на этот вопрос. Погуглить можно. Конечно. И поправить преподавателя. А ради бога, пожалуйста, это, наоборот, приветствуется. И вот эта вот штука, которая называется перевернутый класс, как раз и ликвидирует барьер между студентом и преподавателем с помощью высшего поменутого гаджета. Главное, чтобы правильно им воспользоваться и не остаться в том самом гаджете. Креативная позиция и способность использовать информационный ресурс, это как раз, наверное, сейчас и есть главная тема высшего образования. Сергей Васильевич, вот вашу студенческую быту пользовались шпаргалкой, вы скажите честно, делали вот те самые шпоры? Заготовки. Нет, вот такие шпоры, которые показывают... Километровые, в носках где-то. Но шпаргалки писали, писали для другого, чтобы систематизировать материал. Проблема наша была в том, что, это все-таки исторический факультет, огромные массивы информации, огромное количество дат, и для того, чтобы подготовиться к тому или иному вопросу, надо то, что называлось опорный конспект. И вот в этом формате шпаргалки, они писали семи, как подготовительные к билетам для того, чтобы систематизировать знания. Это действительно, да, было здорово, потому что была девушка, которая училась вместе со мной в одной группе, она к нам на эфир приходила не раз, уже девушка достигла определенного положения в обществе. Она очень часто прогуливала занятия, но она перед экзаменом звонила мне и просила, Оксана, а продиктуй ответ вот на этот билет, на этот и на этот. Пока я ей диктовал этот билет, я запоминала идеально. И если мне доставался этот билет, то, конечно, ответ был на пять, я ее благодарю за это. Поэтому человек достиг высокого положения общества, а ты здесь рядом со мной. Вот я хотел бы это так сказать. Я с удовольствием занимаю это положение на телекомпании, на НТВ. И мне кажется, то, что мы с тобой делаем, это хорошее дело для общества. Не спорю. Я к чему еще хотел все это сказать, потому что ведь от того, как ты успешно или не успешно учишь, создаешь вот эти самые, ну теперь уже нет, да, такого, как в понятии сессии все сквозное стало. Зависит от того, сколько ты будешь получать, какие ты будешь получать деньги. Та самая стипендия, ты с песней слов не выкинешь. И вот та стипендия... Нам уже сказали, что есть стипендии очень приличные. 20 тысяч. И 20 тысяч рублей получают некоторые студенты. Но есть и стандартная стипендия в районе полутора тысяч рублей. Минувшим летом мы провели небольшой такой журналистский эксперимент. Мы посмотрели размер стипендии, поделили на количество дней в месяце, определили, сколько это вот в один день. Не рассказывай весь эксперимент. Короче, давайте посмотрим, как это было. Друзья, мы решили проверить, как легко сегодня или нет живется российским студентам. По последним данным студент получает 1571 рубль. Это академическая стипендию, ее размер в нынешнем году. Мы взяли 1571 рубль и разделили на 30 дней, чтобы узнать, сколько в среднем студент может себе позволить потратить в день. Получается, что приблизительно это 50 рублей в день. А теперь начинается самое интересное. Мы зашли в продуктовый магазин и постарались уложиться в бюджет. В результате, что у нас, собственно говоря, получилось? Нам удалось купить этот удивительный продуктовый набор. Здесь две сосиски, как минимум, и одна пачка макарон. Если вы нам не верите, можете посмотреть на чек. Здесь должно быть все видно. 48 рублей 70 копеек мы потратили на всю покупку. Вот так среднестатистический студент в Нижнем Новгороде должен питаться ежедневно. Вы вспоминайте иногда вашего студента. Ну и что там, педалагу-шкалера. В общем, не завидуем мы студентам. Вот так прошел наш социальный эксперимент. На самом деле, не очень высокая стипендия. Какие есть еще виды стипендий? Вот вы уже озвучили, да, можно получать 20 тысяч. Может быть, еще региональные есть, президентские? Конечно. Общий список именных стипендий у нас в университете составляет 18 штук. Они варьируются от 10 до 40 тысяч рублей. Это 18 штук? Да. Это или региональные стипендии, или стипендии, которые устанавливают наши бизнес-партнеры. Специальные стипендии правительства Российской Федерации и президента Российской Федерации. То есть, есть из чего выбрать, но чтобы получить каждую из них, нужно сделать гораздо больше, чем делает твой, так сказать, партнер. Всегда ли это только учеба, Александр Александрович? Нет, конечно. Рейтинговая система, вот я назвал максимальную, конечно, планку 20 тысяч, да, а вот эта вот специальная программа стипендиального обеспечения начинается с 7 тысяч рублей. Вот для того, чтобы в нее войти, нужно принять участие в социальной деятельности, в волонтерской деятельности, в научной деятельности. А если студент пойдет на то, чтобы потратить время на то, что он должен его потратить, и сделать, например, статью вместе с преподавателем, то это уже прямой путь к максимальному уровню. Очень часто студенты выбирают еще один путь. Пойти работать вместо лекции. На кассиром где-нибудь, да, вначале. Как вот вы, приветствуете такой выход из положения? Или все-таки образование нужно стоять во главу угла, и только потом все остальное? Вопрос, кем работать и с какой целью. Если кассиром... То есть я в торговом зале ночью передвигал ящики даже какой-то. Нет, ну, еще раз, у нас в наше время было меньше вариантов и возможностей. Но если студент, начиная со второго, с третьего курса, начинает подрабатывать в рамках своей специальности, то мы можем только приветствовать это. И, честно говоря, мы рекомендуем и поддерживаем программы совместных стажировок вместе с вузами для того, чтобы ребята входили в профессию. Да, это небольшое количество времени, и не вместо лекции, а во второй половине дня или в первой, в зависимости от расписания. Но здесь он не только получает заработную плату, но и в то же время понимает, собственно говоря, чем он будет заниматься в дальнейшем. Кроме того, информационные технологии сейчас позволяют студентам, как это модно говорить в рамках фриланса, зарабатывать даже не выходя на рабочие места в какие-то конкретные учреждения. Через сеть, через заказы в интернете они могут и готовить аналитические отчеты, и участвовать в социологических исследованиях, и разрабатывать проекты. Единственное, что первая цифра, которая приходит в голову только за прошлый год, более тысячи студенческих проектов в социальной сфере получили и выиграли гранты как регионального, окружного, федерального уровня. И размер этих грантов от несколько тысяч до десятков тысяч рублей. И в данном случае студенты активно участвуют в этих возможностях. Вот эти как. Есть вопросы от нашего телезрителя из Гагина. Вадим Вячеславович дозвонился и спрашивает. В Нижегородской области в результате оптимизации были закрыты школы, и учителя остались без работы. Почему так получилось? Сергей Васильевич, вопрос к вам. Ну, в данном случае я не могу ответить за конкретную территорию. Могу сказать, что за последнее время мы не закрываем школы, и в данном случае необходимости такой нет. По одной простой причине. Мы по-другому выстраиваем технологические цепочки образования в данном случае. И если мы говорим про цифровое образование, оно доступно, где бы ни находилась школа. И если она соответствует требованиям по безопасности, Роспотребнадзора, Госпожарнадзора, если в данном случае есть дети, которые учатся, то мы стремимся максимально сохранить школу. В этом году у нас в два раза увеличилась поддержка школ, которых, условно говоря, называют малокомплектными. То есть те школы, которые не укладываются в норматив субвенции и финансирования. В дальних районах, наверное, в основном. Да. Если в прошлом году это было около 200 школ, то в этом году более 400 школ получают дополнительное финансирование из регионального бюджета для того, чтобы оказывать качественные образовательные, в данном случае даже не услуги, это слово нам не нравится. Качественное образование достойно в дальнейшем поступления в ВУЗ и успешной карьеры. Я помню, Сергей Васильевич радеет за каждую школу. Помнишь, в завершении 2018 года к нам приходила министр финансов Ольга Сулима, и мы у нее спросили, есть ли какие-то хотелки от министров нижегородских. И она сказала, что больше всего хотелок о министра образования. Вот он нарисовал такую сумму, которую, конечно, бюджет позволить не может, но это все на благое дело, чтобы действительно образование у нас в регионе было на достойном уровне. Телефон прямой эфира 434-34-77. Есть возможность звонить, поздравлять. Сегодня не только День студента, но и Татьянин день. Римма Андреевна дозвонилась, внучку студентку поздравляет, так же, как и всех студентов с Татьяниным днем. А вот отмечают ли нижегородцы этот день как особый какой-то праздник? Понимают ли они, что это действительно не просто День студента? Мы узнали на улицах нашего города. Давайте посмотрим, что отвечали прохожие. Поскольку, несмотря на то, что я действительно студент, но на тот период, когда этот праздник выпадает, обычно сессия. А когда сессия, какой вообще может быть праздник, когда тебе нужно постоянно учить и готовиться? Это встреча, молодежь. Как же мы им не радуемся? Нет, не чувствую. Но, тем не менее, праздники, да, действительно, это хорошо, когда они есть и когда есть кому их справлять. Не праздник. Ну, причастность чувствую, потому что, нет, отмечать никак не собираюсь. Ну, меня уже предупредили об этом празднике одна из Танюшек и сказала, Альбина, у меня вот 25-го числа мой праздник, мой день. И буду поздравлять всех Татьян. Никак не причастность. Мы причастны, у нас нахар. Ну, а почему? Не знаю, потому что раньше этого праздника не было, а я в советское время воспитан. Для меня, честно, не особо. Ну, потому что, во-первых, я, наверное, не Татьяна. Обычная Татьяна чувствует какую-то причастность к этому празднику. Ну, а в целом просто хорошо, что праздников много не бывает, и здорово, когда у людей праздник. Для меня праздник только лишь то, что я родился в Исоцке еще в этот день. Вот у кого какие. Правильное его значение, это же вход в высшее образование. Это традиция высшего образования в России, которая как раз родилась в этот день. И момент, когда человек впервые осознает тот баланс, который он должен найти между свободой, которая сопутствует студенчеству, и ответственностью, когда он входит во взрослую жизнь. Вот этот самый баланс, который ведет к персональному успеху, наверное, есть главное содержание этого праздника. Александр Александрович, вы руководитель Мининского университета. Ну, фактически, мэр города в городе, я бы сказал, потому что столько народу. Вы как узнаете, как живут у вас студенты? Входите ли в общежитие без предупреждения, чтобы узнать у людей, как у них там все проходит? Или просто по отчетности, сколько пришло, сколько вышло. Да, да, да. Как вот у вас этот процесс? Конечно, все, что только можно придумать. То есть ночные проверки тоже возможны? Да, ночные проверки тоже возможны. Визит в общежитие обязателен, в общежитие у нас их три. И он происходит несколько раз в году, само собой разумеется. Мы обязательно встречаемся со студенческим активом два раза в год, с первокурсниками в том числе. И у нас есть постоянная система мониторинга. Она анонимная, когда студенты могут сказать все, что они думают, о каждом преподавателе, о каждом работнике, включая ректора. И это достаточно плотная, прямая связь. Естественно, мы работаем совершенно особенным образом со студенческими сообществами, которых, еще раз повторюсь, у нас 40 штук. Каждый студент может создать свое сообщество, если найдет коллег по этой теме. Больше трех студентов уже сообщество ведет. Да, как раз четыре человека и нужно. И вот если мы за год посмотрим, то это очень плотная и тщательная работа. И, кстати, она дает возможность быть всегда в курсе того, как меняется молодое поколение, что им интересно, а что у них вызывает раздражение. А раздражение у них вызывает очень многое. К примеру. Да, все, что только можно придумать. Мало онлайн-курсов. Плохо. Много онлайн-курсов. Это тоже плохо. Но это нормальная ситуация взросления. И наоборот, хорошо, когда молодой человек, девушка проявляет интерес, что с ним происходит, куда его заставляют, как его учат. Это позитивная вещь. Студенты народ такой. Студенты действительно разные. И поколения действительно разные. Вот мы сегодня уже в начале эфира вспоминали, какие были мы в студенческие коды. Пытались сравнить, какие студенты сейчас. И вопрос сразу к ковым нашим гостям. Были ли какие-то приметы в студенчестве, в которые каждый из вас лично верил? Кто-то не бреется, я знаю. Вот как сейчас озвучили, клэнщики, халява, приди, кричат студенты в форточку, уж кому как повезет, не знаю. Но надо все-таки надеяться, наверное, на знания. Были ли у вас какие-то приметы действительно? Нет, не помню ни одной. Я вот как-то надеялся на то, что я справлюсь с ситуацией, с высшими силами, и как-то переманиваю их на свою сторону. Своими собственными усилиями. На ИСФАКе в Лобачевском был ряд традиций. В Татьянин день он праздновался постоянно, не прерываясь. Всегда вот кафедра, особенно археологии, этнографии, всегда устраивала праздник, поскольку там заведующий кафедр Татьяна был одновременно. И это было всегда самое разное. Помню, как-то снеговика устанавливали, в которые надо, кто входил в этот день, бросить монетку, а кто последний уходил из вуза, это все забирало. Забирался, да? Да. А последний-то был декан, наверное. Очень может быть. Не знаю ни одного человека, который унес кассу, так сказать. Но придумали много всяких интересных вещей. Сергей Васильевич, а вы вспомните что-то такое? Ну, так как мы учились на историческом факультете, там большое количество разных мифов и разных ритуалов, которые были. Вспомнить только посвящение в археологии или музейной практике, которая была. Но с точки зрения, не то чтобы халявы о сдаче экзаменов, как-то сложилось так, что мы с одним из моих друзей сдавались с первой сессии экзамены друг за другом. То есть заходили вместе. И если первая сессия, это получилось случайно, вторая, мы закрепили результат. Если что-то успешно надо повторить, воспроизвести. И в дальнейшем это вошло в определенный ритуал, и заходили мы друг за другом, и всегда это приводило к хорошим результатам. Давайте посмотрим на приметы других стран, других вузов, других студентов. Мы предлагаем вам объединиться в команду и поиграть с нами в игру «Правда-неправда, верю-не верю». Мы сейчас будем зачитывать некие студенческие традиции, существующие в разных точках нашей планеты, в разных университетах, а вы попытаетесь ответить, правда это или нет. Ответ будет появляться у нас на видеостине. Готовы? Ну тогда начнем. Давайте. Первая примета. Каждый год в декабре филиппинские студенты из химического института Манилы пробегают по территории кампуса галышом, выражая свой протест. Как вы думаете, существует ли на самом деле такая традиция или нет? Бегают ли они галышом? Это можно будет, да. Мы согласны, да. Можно ожидать, что угодно. Давайте узнаем, правда это или нет. Против его ввести ответ. Да, действительно, каждый раз они протестуют против чего-то нового, о чем говорил Сан Саныч. Реальная фотография, кстати. Повышение платы за учебу против запрещения театра. Против воскресения. Или против отставки президента. Против всего. Главное было бы против чего. Нельзя нашим студентам. Давайте следующую примету. Университет Вашингтона и Ли тоже поддерживают процесс беготни в публичных местах обнаженном. Однако гораздо чаще исполняется традиция, когда человека поднимают на руки и полчаса носят по этажам факультета. Как вы думаете, реально ли это происходит или мы это придумали просто? Ну, бюро по очереди и носят по этажам. Давайте на любую ерунду будем соглашаться, не говоря, на войс выгорит. Давайте узнаем, правда это или нет. На самом деле это не правда. Это частичная правда. Потому что человека действительно поднимают на руки в горизонтальное положение, и он пьет под счет нескончаемый поток жидкости. По рассказам очевидцев, хватает студентов максимум на 60 секунд. Что еще ждать? Ну, жидкость, сами понимаете, какая. Давайте следующую загадку, следующую примету. Заглянем в Принстонский университет. Там тоже много благородных традиций. Так студенты там сдают письменные экзамены без преподавателей в аудитории, уповая на кодекс честности. Правда это? Ну, в принципе, вполне вам нужно. Можно ли оставить без преподавателей? Сергей Васильевич, как министр образования, допустил бы такое. Да, я согласен. Давайте посмотрим. И это действительно... Да, действительно, их оставляют в одиночестве. Они такую торжественную клятву произносят на первом курсе, обязуясь быть порядочными студентами и ни при каких обстоятельствах не списывать на экзамене. Вспоминаю я своих однокурсников, нельзя у нас такое было бы делать. Четвертая загадка. Традиция университета португальского города Коимбра стала местной легендой. Это церемония сжигания книг. Студенты сжигают в специальных тазах учебные книги и все, что символизирует окончание их студенческой жизни. Правда это или нет, как вы думаете? Даже если это правда, соглашаться с этим нельзя. Мы не согласимся, нет. Ученые люди с высшим образованием против. Жестко, да, книги сжигают? Воростно. Хотя бы студенческие зачетные книжки. Действительно, это неправда. Покажите, потому что правда, опять же, частично. Они действительно сжигают, но сжигают ленты в специальных горшках, широкие такие ленты, которые окрашены в цвета своего факультета, что символизирует окончание их студенческой жизни. Ну и пятая у нас загадка, она финальная, вы пока справляетесь, вы большие молодцы. Несмотря на усилие, но охрану и даже мольбу администрации, студенты Джордж-Тармского университета из Соединенных Штатов раз в 5-6 соблюдают таки проказническую традицию. Они откручивают стрелки часов с башни и отправляют их посылкой в Ватикан к папе римскому. Как вы думаете, правда ли это? Способлено ли студентам вот такое? Это возможно. Это возможно, да? Считают наши гости. Давайте узнаем, правильно ли это. Правильно ли это? Действительно, правда. Самое интересное, отправляет ли им папа римский обратно? Обратно. Посылку. Если каждый год они снова снимают стрелки, значит, они возвращаются. Главное, чтобы они не пользовались при этом почтой России. Вы молодцы, вы ответили правильно на все наши вопросы. Мы движемся к итогам нашего разговора, чего не хватает современному студенту. Спросили мы у нашей аудитории, вот какой расклад к этому мгновению. Вариант аутсайдера, 15% голосов, Уду на варианту времени. Всего-то. Ну, это хорошо, что времени, значит, хватает. 32% считают, что современные студенты, они как-то вот, ну, знаний им не хватает, вот что я хотел сказать, но всего лишь треть. И большинство говорят, 52%, что не хватает денег. Но если есть время и есть знания, то деньги можно всегда заработать. Татьяна Николаевна Лыкова дозвонилась, говорит, мне 61 год, у меня трое детей, все они получили высшее образование. Я поздравляю всех студентов с праздником. И у наших гостей тоже есть возможность, пользуясь прямым эфиром ННТВ, сейчас поздравить всех с Днем студента. Я не знаю, кто первый, Сан Саныч, Сергей Васильевич. Давайте, Сергей Васильевич, раз уж так вышло, поздравляйте. Друзья мои, студенчество это самое веселое и в то же время самое ответственное время, которое закладывает основы в вашей успешной дальнейшей жизни. Наслаждайтесь, наслаждайтесь получением новых знаний, наслаждайтесь тем, что перед вами открыты самые невероятные проекты. Вас ждет прекрасная жизнь, вас ждут достижения и успехи. И я надеюсь, что все, что вы сможете заложить сегодня как фундамент своей будущей жизни, оно приведет к вас к успеху и тому, что на ваших университетах появятся золотыми буквами ваши имена. И ваши преподаватели будут гордиться вами. И мы в Нижегородской области будем гордиться вашими успехами. А также вступайте в команду правительства Нижегородской области, я думал, так скажешь, Сергей Васильевич. Это, кстати, тоже. Ваше приветственное слово в адрес студентов. Дорогие друзья, сейчас у вас уникальный период жизни, когда вы можете действительно найти вот этот тонкий баланс между тем, что такое свобода взрослой жизни и что такое ответственность в вступлении во взрослую жизнь. И это прямой путь к вашему личному успеху. Пусть все сложится так, как вы хотите, и главное понять, что вы хотите на самом деле. Одна из тех мантр, которая сопровождает успех, звучит так. Пойми, что ты не будешь делать, и делай то, что ты должен и можешь. Успеха вам, радости и счастья. Сан Саныч, а почему не сказали, приходите к нам в Мининский университет? Я ждал этой праздник. А это само свое, разумеется. Но мне тогда нужно напомнить, что выбор ЕГЭ до первого февраля. Будут ли какие-то дни открытых дверей? Да, конечно. В конце февраля месяца следующий, по бакалавриату и по магистратуре через месяц. Спасибо за участие в нашей программе. Вас тоже поздравляем. И с Днем студента в нашу студию возвращается Надежда Куканкова. Надя, я не знаю, как ты, а мне взгрустнулось. И захотелось сказать, давай вернемся. Ну вообще, воспоминания очень светлые. Я училась в педагогическом университете. Это самое сердце города. Как все поменялось-то, видишь? Да, изменилось очень много, но добрые традиции сохранились. Надь, не плачь, пожалуйста, новости. О самых важных событиях прямо сейчас. Большой праздник устроит сегодня для нижегородских студентов. С 15 часов на катке «Зимняя сказка» начнется интерактивная программа «Сказочная сессия». Гостям предложат сдать экзамены по селфиграфии, ледографии и сказкознанию. Посетить мастер-классы, принять участие в квесте, флэш-мобе и конкурсе красоты и эрудиции. Кроме того, на площадке состоится праздничный концерт. При предъявлении студенческого билета вход на «Зимнюю сказку» бесплатный. Чрезвычайный полномочный посол Франции в России Сильвий Аньес-Берман впервые в Нижнем Новгороде. Официальный представитель европейской страны встретилась с вице-губернатором Евгением Люлиным. Обсудили дальнейшие планы по развитию экономического и промышленного сотрудничества. Поговорили о возможностях совместной работы в гуманитарном аспекте. Чтобы познакомиться с нижегородцами, увлекающимися французским языком, госпожа посол посетит лингвистический университет и гимназию номер 53. Сильвия Аньес-Берман отметила, что давно мечтала побывать в Нижнем Новгороде. Спасибо Нижнему Новгороду. Именно здесь играла наша сборная во время чемпионата мира по футболу. Благодаря вашему городу мы прошли дальше и в конце концов выиграли. Спасибо за поддержку. Нижегородская торпеда сегодня сыграет с финским йокеритом. Игра состоится в Хельсинки на льду Хартвелл-арены. Начало матча в 19.30 по Москве. Сейчас в активе подопечных Дэвида Немировски 55 очков. Команда занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. На этом пока все. В 16 часов. Коротко о главных событиях дня. В 17.15 очередной выпуск программы «Патрулина НТВ». В 17.30 итоги дня, в 19.30 итоги недели. Оставайтесь на новом Нижегородском телевидении. Продолжение следует...